Здравствуйте, ребята! Обратите внимание на представленную выставку. Книги, которые мы сейчас с вами рассмотрим, рекомендованы к прочтению в третьем классе. Перед вами рассказы Константина Георгиевича Паустовского. Одним из них называется «Хлеб». Мы видим, что описанные события происходят во время войны. Один из главных героев, кавалерийский кон, остается в деревне у мирных жителей, только потому, что он был ранен в ногу. Рассказ небольшой, но удивительно мудрый. Сюжет незамысловатый, но тем не менее писатель рассказал о многом. Главный герой Филька совершил дурной поступок, но совесть заговорила к нему, и Филька решает исправиться. Не гони нуждающегося, не таи злобу и жадность на сердце. Тепло в душе может растопить и лютый мороз. Поучительный рассказ учит добру и человечности по отношению к любой живой душе. Повесть Витя Малеев в школе и дома, написанная Николаем Николаевичем Носовым, более чем полвека назад, по-прежнему остается очень современной. Сегодняшние мальчишки и девчонки, читая о приключениях Витя Малеева, Костя Шишкина и друзей-четвероклассников, конечно же узнают в них себя. Поймут их радости, переживания и обиды, и от души посмеются над забавными случаями и жизнью своих литературных сверстников. В знаменитых сказках Джозефа Рейберта Киппинга объясняется, как животные приняли свой вид. Например, как появились броненосцы, откуда у слоненка длинный холмон, как кит получил свою горку, а верблют свой горку и многое-многое трубое. Предлагаю вашему вниманию сборник рассказов для детей признан классика русской литературы Михаила Михайловича Злощенко. В своих юмористических рассказах для детей писатель учит вас, ребята, быть смелыми, добрыми, честными и умными. Это истории о Лёле и Минке, трусишке Васе, умной птичке и других персонажах. Знаменитые Денискины рассказы Виктора Юзефовича Драгунского открывают читателем неповторимый мир Дениски Кораблёва и его друзей, где их детская непосредственность и готовность к весёлым приключениям всегда одерживает вверх над серой усидневностью и не дает скучать ни им, ни их родителям. Вылет невкусную кашу за окном, променяет дорогой игрушечный самосвал на маленького советящегося светочка в коробочке, петь на уроке музыки так, что было слышно на соседней улице, Укроти сигареты для партигара отца по самому штуки, выпустив на свободу только что купленный красный шарик. Все эти события переживёте вы и Дениска Кораблёва и его семьёй. Следующая книга замечательная писательница Леи Борисовны Гераскиной «В стране не выученных уроков». Это добрая, выучительная, полная юмора и выдумки классическая повесть. Она увлечёт вас с первой же страницы повествования. Ребята, вы узнаете о необыкновенных приключениях незадачливого школьника Витя Переступкина и его года Кузи. В «Волшебной стране не выученных уроков». Книжка вышла в трёх частях. Сборник «Сказки по телефону» автора Джани Ратани запомнили такие сказки, как «Незадачливый охотник», «Синий светофор», «Рассеянный мальчик», «Небывалый дождь», «Страна зубов», «Дом из мороженого». В городе Варезе жил да был человек по имени Бьянки. Он работал торговым агентом в компании по продаже лекарств и разъезжал по всей Италии шесть дней из семьи. В воскресенье он проводил дома, а в понедельник снова отправлялся в Петербург. Но перед отъездом его дочка спросила отца, «Пожалуйста, папа, каждый вечер по сказке». Девочка не могла уснуть без сказки. Её мама уже раза в три пересказала все сказки, какие ей были известны. Поэтому каждый вечер в ровно в девять часов сеньор Бьянки, где бы он ни находился, звонил домой по телефону в Варезе и рассказывал дочке новую сказку. В книге Алексеева Сергея Петровича «Рассказы о Великой Отечественной войне» рассказывается о решающих сражениях Великой Отечественной войны, героической московской битвы, в великих битвах на берегах Волги, на Курской дуге, о побороне Севастополя, Ленинграду, о штурме Берлина. Автор книги – очевидец той войны. Он мог погибнуть в первый же её день, но не погиб. Прошёл войну и рассказал в своих книгах, как это было. Ребята, завтрашний обзор будет посвящён литературе, рекомендованной для прочтения 4-5 классов. Спасибо за внимание и до встречи.